Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Псалтири и сегодня мы будем читать 25-й Псалом. А 25-й Псалом показывает нам Давида, который по этому Псалму представляется живущим рядом со Скиней. Мы видим, что он посещает свободно, по своему усмотрению, Скинию. Об этом свидетельствует 6-й, 8-й стих. Хотя вокруг него были враги, он чувствует, как бы кольцо ненависти сжимается вокруг него. Но при этом его упование на Дом Божий, на возможность обитать во дворах Господних, она не покидает его. В надписании этого Псалма по-гречески и по-славянски просто говорится Псалом Давида без каких-либо уточнений, а по-еврейски просто «ле Давид», то есть «от Давида». То есть таким образом обозначено, как бы, авторство Давида. И Псалом начинается словами «Суди меня, Господи, ибо я в незлобе своем ходил, и в надежде на Господа не ослабею». То есть он как бы говорит о том «Суди меня, Господи, то есть рассмотри мое сердце, вот какие мои намерения, какие мотивации к тем или иным действиям присутствуют во мне». Потому что суд, который осуществляет Бог над каждым из нас, он абсолютно нелицеприятен. Потому что Бог смотрит не на лицо человека, а на его сердце. То есть он судит движение наших чувств и рассматривает наши намерения. Поэтому вот желание, как бы, оказаться на суде Божьем — это желание, чтобы подлинные, как бы, мотивации его деяния, они были бы раскрыты. Потому что Давид старается иметь правильное намерение в своем сердце, но поступки-то не всегда соответствуют тем намерениям, которые мы имеем. «Суди меня, Господи, ибо я в незлобии своем ходил, и в надежде на Господа не ослабею». Вот когда человек ослабевает в надежде на Господа, он терпит то, что апостол Павел называл кораблекрушением вере. А пока надежда на Господа не ослабевает, то человек чувствует себя более защищенным. А как этого достичь, кто-то спросит. «Надо заботиться иметь Бога в разуме». Как сказано в послании к римлянам, что те, которые не заботились иметь Бога в разуме, вот их Господь предал превратному уму. А те, которые подчиняли свой рассудок воле Бога, они, конечно, в такое состояние превратного ума, они не впадали. И от этого не рождались какие-то страшные грехи и преступления. Значит, в первом стихе он говорит «Суди меня, Господи». Во втором стихе он говорит «Искуси меня, Господи». И третий стих «Ибо милость Твоя предачами моими». То есть он верит в милосердие Божие, поэтому он не боится божественных судов и даже требует, с одной стороны, «Суди меня, Господи». С другой стороны, второй стих «Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое». То есть он обращается к Богу с просьбой рассмотреть, все изучить в нем и как-то изменить. «Ибо милость Твоя пред моими очами, и я благовгоден был тебе, ходя поистине Твоей». И далее он говорит «Не сидел я в собрании суетно и к нарушителям закона не войду». Вот этот четвертый стих 25-го псалма, он перекликается с первым псалмом, где сказано, что блажен муж, который не ходит на совет. А здесь Давид как бы констатирует, что он не сидел в собрании суетном, и к нарушителям закона он даже не войдет в их жилище, потому что для него это некая такая опасность. Потому что общеизвестно, в Библии сказано, что худые сообщества, они развращают добрые нравы. «Возненавидел я скопища лукавых, и с нечестивыми не буду сидеть». То есть он всячески как бы дистанцируется от нечестивых. Это очень напоминает первый псалм, первый-второй стих. «Умою среди невинных руки мои, и обойду жертвенник твой Господи». То есть он не хочет идти в дома блудилищные, встречаться с нечестивыми. Он хочет омыть свои руки, чтобы войти в храм и воздеть чистые руки пред Богом. «Умою среди невинных руки мои, и обойду жертвенник твой Господи, дабы услышать мне глаз хвалы Твоей и поведать о всех чудесах Твоих». То есть он хочет прийти в дом Божий, обойти жертвенник и поведать о великих чудесах Божьих. То есть он в каждой ситуации хочет прославлять Бога и прославлять его в том числе в глазах других людей, потому что он как бы исполнен благодарностью к Богу, и он хочет всем рассказывать об этом своем состоянии. «Господи», здесь уже гимн скиний Завета, где стоял ковчег Завета, «Господи, я возлюбил благолепие дома Твоего и место вселения славы Твоей». Это гимн Дому Божьему. Конечно, это тогда была временная скиния, его мечта была построить храм, но она так и не исполнилась, но любовь к Дому Божию в любом виде – это любовь и к небесному храму, потому что любой храм, любое знаковое религиозное место в некотором смысле является отображением неба на земле. «Господи, я возлюбил благолепие дома Твоего и место вселения славы Твоей. Не погуби с нечестивыми душу мою и с кровожадными жизнь мою». Вот здесь мы видим, что он всячески дистанцируется от нечестивых людей, он не хочет с ними иметь ничего общего. И особенно он подчеркивает, что он не хочет, чтобы его душа погибла вместе с кровожадными людьми. Вот почему он выделяет именно от кровожадных? Потому что Давид вел войны, и он действительно проливал много крови. И, собственно, по этой причине Бог и не позволил ему построить храм. Бог сказал, «Сын Твой, Соломон, Соломон по-еврейски шломо, то есть мирный, он построит храм». Бог как бы сказал, «Сын Твой, мирный человек, он построит храм, а ты много воевал». И Давид это понимает, поэтому он умоляет Бога, «Не погуби с нечестивыми душу мою и с кровожадными жизнь мою». Например, если человек ненаркозависимый, он же не будет просить Бога, «Господи, не погуби меня со всякими наркоманами». Человек будет просить о том, чтобы Господь не погубил его наравне с теми людьми, у которых такие же проблемы, как у него. И хотя войны, которые вел Давид, а они называются Господни войны в Священном Писании, но это все-таки была человеческая кровь. «Не погуби с нечестивыми душу мою и с кровожадными жизнь мою, у которых в руках беззаконие, а деснице их наполнено мздоимством». Вот здесь он говорит, «Я воюю как бы по заповеди Божьей, как царь вершу суды, а эти беззаконно, в суе, напрасно проливают кровь или делают это за деньги, а десница их наполнена мздоимством». И в окончании этого псалма мы читаем, «А я ходил в незлобе моем, избавь меня, Господи, помилуй меня». Вот это очень трудно представить, как царь, который воевал, можно сказать, большую часть своей жизни, он мог ходить в незлобе. Это значит, он все-таки сохранял с помощью своей духовной жизни некое такое нравственное, моральное равновесие в своей душе. «Нога моя стоит на правом пути, а в церковных собраниях буду благословлять тебя, Господи». Вот так это звучит в переводе по септуагинте. И мы сегодня окончили чтение этого 25-го псалма, и в следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем читать и рассматривать 26-й псалом царя Давида. Субтитры подогнал «Симон»